Наше утро продолжается. С вами Дамир Назиров, Анна Шамбадал. Здравствуйте. Тема эфира «День школьного учебника». Ждем ваших звонков по телефону 263-13-28. Сегодня мы хотим узнать, сколько же вы потратили на сборы своего школьника в школу. Уже поступили у нас звонки от 5 до 13 тысяч пока. Да. Но это без учебников, кстати. Сегодня у нас в гостях гость. В гостях гость. Это нормально. Директор репетиторского центра «Лучшая школа» Анна Комиссарова. Анна, доброе утро. Анна Анатольевна, доброе утро. Доброе. Скажите, пожалуйста, время каникул заканчивается, правильно? Осталось буквально 15 дней до учебного года. Начинаем учиться. Как подготовить школьника к началу учебного года? Как его уже стимулировать на учебный год? Все родители знают, что подготовка к школе – это не просто собранный портфель и новая белоснежная блузка. В первую очередь ребенок должен быть готов к учебе морально, психически, психологически. Поэтому мы рекомендуем начинать это заранее. Летний отдых, озера, моря, пляжи, встречи с друзьями – все это легко вытесняет знания из детской головы. Поэтому нужно повторять. Пусть это будут занятия в игровой, занимательной форме, пусть задачки будут интересными, может быть, даже шуточными. Но главное, чтобы они были. Мне кажется, с детьми-то как раз-таки нет такой большой проблемы, потому что с детьми так или иначе родитель все равно что-то повторяет и читает. А вот взрослые, дети, как их подготовить? Им задачки интересные. Ну вот смотрите, если уже выпускник, да, у вас там, какой сейчас там, 9-й или 11-й класс, то ему вот к ЕГЭ, к этим вот итоговым экзаменам, уже с сентября начинать готовиться или когда? Чем раньше начинает ребенок готовиться к экзамену, тем успешнее он его сдает. Так показывает опыт, практика. Разумеется, результат будет выше. Поэтому. Вот ваш центр, он именно готовит к экзаменам или нет? Или он просто повышает уровень знаний? Или как? Или он именно направлен на подготовку к ЕГЭ? Мы направлены на подготовку к ЕГЭ. У нас, к нам приходят ученики разного возраста, которые учатся в разных классах, но в том числе и старшеклассники, ученики 9-х, 10-х, 11-х классов. И с ними мы ведем занятия, восстанавливаем знания, помогаем вспомнить, восполнить пробелы и подготовиться к экзамену. Ну, то есть все-таки стоит обращаться к репетиторам, потому что многие-то против, пусть сам учится, лучше, может быть, нет? Разумеется, подготовка будет более качественной, если она проходит со специалистом. А у вас есть статистика какая-то, что именно ваши дети, которые у вас занимались в репетиторском центре, они сдают экзамены лучше, или что никто не получал троек, например? Есть чем гордиться? Какие-то достижения? Поделитесь с нами. Разумеется. Мы получаем пятерки за контрольные, за диктанты, за сочинения, но это только первый этап работы. А что касается цифр, то ученики, которым мы помогали подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ, сдают очень хорошо на пятерки и четверки, и если говорить в баллах, то это 98, 95, 93 балла. И это очень серьезно, да. А у вас, ваш центр как-то специализируется на каких-то отдельных преподавателях, ну, например, только там у вас математика, или там только химия, или широкого профиля. Есть ли цели? В лучшей школе лучшие преподаватели. Среди нас есть люди, которые работают в вузах Челябинска, среди нас есть действующие школьные учителя, просто репетиторы с многолетним опытом работы. Вот, например, недавно один наш коллега стал учителем года. Мы гордимся этим. Мы вас поздравляем тоже. Спасибо. То есть специализации какой-то узкой нет? Широкого профиля преподавателя? Нет, разумеется, все это преподаватели-предметники. Но главное, что эти люди любят доводить начатое дело до конца, поскольку для нас важен результат. Ну, а то, что ребята возвращаются к нам из года в год и приходят на занятия вновь, говорит, что с нами несложно учиться в школе. Самый главный вопрос. Как выбрать репетитора? Дайте несколько советов. Ну, это, наверное, сложный вопрос, но он волнует всех родителей. Я полагаю, что этот человек должен уметь располагать к себе. Ведь ребенок должен поделиться с ним своими ошибками, промахами, может быть, рассказать о каких-то учебных неудачах. Этот человек... Главное психологическое совместимость. Да. Ученика. Ребенок должен себя чувствовать комфортно на занятии. Спасибо большое. Мне кажется, это самое главное. Напомню, у нас в гостях была директор репетиторского центра... Репетиторского центра. Мне тоже нужен репетитор, да, репетиторского центра «Лучшая школа» Анна Комиссарова.